Просто письмо, речи нет. Получается так? Фонетики нет. Изучаешь символы ради того, чтобы читать? Нет, не зная славянский язык, будет очень тяжело читать. Почему? Потому что там, как таковое традиционное изначально иероглифическое письмо, письмо, где знак означает понятие, оно было давно, и оно, как такое, уже перестало существовать. А вот письмо, где знак означает понятие, рядом с ним знак означает звук, рядом знак, означающий какую-то детерминативную составляющую и так дальше, вот это уже такое славянское письмо, как оно есть. И изучать, например, язык, на котором написаны вега, это сложно, это долго? Нет, это тот же язык, на котором мы говорим сейчас, но более древний. Вот молитвы на церковно-славянском языке, это тоже этот же язык, но это средний как бы. Есть современный, есть церковно-славянский, есть древний. Ну язык один. Искони бяши-слово. Ну бяша как-то оно не похоже на было, но тоже кое-как сходство еще какое-то есть. Там по смыслу понятно. Почему? Если бы там какого-то китайца посадить и сказать, вот по смыслу, пойми, что за искони и какая бяша, и какое-то слово. Он не поймет вообще. Он не понял, что ты исходишь от него. И что, допустим, бяша и было это как-то связано, он тоже может не понять. У многих народов как идет? Идет слово, и, соответственно, оно изучается. А вот как одно слово перетекает в другое, как оно связано с третьим и так далее, у многих народов этого нет вообще. В то время как в славянском языке скорее есть не язык, как набор слов, а есть некоторые слова, некоторые корни и правила, как они объединяются, как они изменяются, как они склоняются и так дальше. А как произошел тот случай, по которому население стало говорить на разных языках? Вот тот самый Вавилон произошел. По какой причине? Случая как такового не было и не может быть. Но случались многие эти случаи. Допустим, вот арэвычи живут на Ротайе и Гипербореи, в северном континенте. Часть из них, небольшая делегация, пошла на юг. Все, средства связи были потеряны, средства передвижения потеряны. Они потеряли ориентацию, где они вообще находятся, остались там. Ну, смешались с местными населениями, и все. Язык по чуть-чуть стал изменяться. То есть, это же факт, что даже в каждой семье говорят чуть по-своему. Даже часто в одной и той же семье разные люди могут говорить чуть по-своему. А когда вот какая-то небольшая группа остается отделенной от остальных и развивается, так сказать, только в себе, то ее вот эти особенности со временем все усиливаются, усиливаются и усиливаются, и максимально отдаляются от той изначальной большой общности. Другое дело, что, получается, население совсем полностью иначе другими звуками обозначает какое-либо слово. Ну, арабское слово, арабская речь. Очень похоже на русский, когда ты более задумывался о том. Ну, например. Ну, там я тебе пример просто попсовый приведу, что сорока у них означает, вот если перевести на русский, будет вор. Так вот, сначала группа отделяется, говорит на своем языке. Потом, допустим, от единого отделяются еще несколько групп. Потом несколько групп отделенных и изменившихся уже соединяются и культивируют еще более какие-то направления, не те совершенно, которые были в изначале. Это все создает кучу вот этих отличий. Ну, допустим, по-украински пытать, это значит спрашивать. По-русски пытать, это уже страшно. Пытать, ну, за вилами, там, ножом кого-то, там еще чем-то. Так же? Ну, еще понятно, что, допустим, когда там какие-то враги или кто-то спрашивали, то они пытали, так сказать, в плане издевались. То есть, еще связь между этими словами сохранилась. А некоторые слова полностью разъехались. Допустим, по-русски самокат – это средство передвижения. По-украински самокат – это самоиздеватель. Само оно и есть само. Кат – это по-украински палач, садист. Самокат, то есть, будет означать сам себе садист. А двигающийся, что по-украински? Рухающийся. Саморух, что ли? Самокат по-украински. Ну, вообще так и называют самокат. Только как бы сохранилось, что самокат могут обозначаться и в плане того человека, который над собой издевается, и самокат в плане средства передвижения. Это с русского заимствовано в плане средства передвижения. А кат взялось от поляков, потому что поляки – католики. Католики, они, соответственно, приносили вред украинцам. Их, над ними издевались, катувалы их. И вот катуваты стало означать издеваться. И много слов, которые имеют чуть другой оттенок в зависимости от перехода с русского на украинский, с украинского на белорусский язык. Но это ещё сохранило связь. Например, да, вот слово «позор» очень интересно преобразовало, ну, имеет значение. Вот в русском, например, языке. Что это что-то плохое обязательно. Хотя, в общем-то, ну, просто на обозрении. Да. Или, допустим, славяне знали, что они слухи Всевышнего. Но не невольники, а именно слуги. И, допустим, сербы, изначальное название сербов, это слово означало прославляющее «ра» Бога. Потом это слово сократилось до звучания «сербы», а потом, поскольку греки захватывали их в неволю, использовали в качестве слуг, возникло серви как слуги. В английском «слэйв раб», потому что славян в рабство захватывали. Слэйв раб, да, а «сёв» это слуга. Вот. То есть, как бы, использование славян. Соответственно, с другой стороны, русские и украинцы знали, что немцы это не наши. Вообще, все, кто не наши, это немцы. А вот кто конкретно не наши, кто постоянно против нас, за ними слово «немцы» и сохранилось. Потому что немцы, они постоянно с Российской империей воевали. Немцы в плане германцев. Да, да, да. Ну, я не знаю, постоянно и постоянно. Очень, очень. На протяжении последних веков постоянно. То есть, ну, Пруссия сначала вторгалась. Да, да, я послушала, что воинствующий народ. Всё это было. Как о воинствующем, а постоянно о воинствующем народе. С одной стороны, постоянно воинствующие, с другой стороны, Екатерины всякие и прочее. Это постоянно заимствованные оттуда. Да. Это как у скифов. Скифы постоянно воевали с греками. Вот постоянно говорили, ну, греки, такая пакость мелкая, такая вообще ничтожество, грешники, всё. Вообще, слово «греки» и «грехи» – это одно и то же, в принципе. Потому что наши считали их грешниками и ничтожествами, поэтому так и осталось. Но скифские цари все брали греческих жен себе. Поэтому они деградировали, поэтому всё это скифская империя развалилась, поэтому сарматская династия пришла с скифов, большую часть вырезала. Те, которые были благочестивые, приняло в свой состав. И скифская империя была уничтожена, воцарилась великая сарматия. А вообще, они хоть как-то описывали свою мотивацию, когда там, ну, вот эти вот случаи описываются? Хоть как-то оправдание какое-то, что они брали греческих жен, эти скифские цари-то? Ну, типа, значение, что они победили греков. Ну, это же обычай древний этот, что если князь побеждает княжество, он берёт себе в жёны дочку князя, которого он победил. Но они уже просто к грекам приходили и говорят, мы вас особо и побеждать не хотим, давайте сюда своих этих гречанок. Хоть сначала побеждали, как положено, там, войной, всех их ликвидировали. А в чём вообще радость-то такая у них была? Это вообще что за болезнь такая? В смысле? Ну, иностранных жен брать себе. Да это не из-за того, что иностранную жену. Это за того, что есть обычай, что если князь побеждает княжество чужое, то побеждённый князь, победившему князю, отдаёт свою дочку в качестве жены. Ну, хорошо. Но победили один раз греков. Ну, что, теперь бесконечно, что ли, поставки будут этих гречанок, или что это? Ну, так они сначала, сначала очень часто ходили их побеждать. Это потом, это до конца Руси сохранилось, до принятия христианства. Потом уже не за жёнами ходили, а просто, ну, как на забаву, каждый уважающий себя князь хоть раз в жизни должен к Константинополю подойти, там, на колёсах, там, приехать, так сказать, и так дальше. Как помнишь ситуацию, когда они на колёса поставили сюда и приехали просто к воротам Константинополя?